Свято танца. Это без перо увеличения про открытый хореографичный фестиваль-конкурс Art Dance Fest. И он собрал свыше 20 коллективов из разных кутков Гродинской области. На сцену выходили и маленькие танцоры, кемнямая 4-х годов, и дорослые, 18+. Удельники фестивалю выступали в 4 номинациях. Сучасный эстрадный танец, народный танец и стилизация, дэнс-шоу и стрит-шоу. В этом году мы собрали более 700 участников. Это города Гродинской области, наш город Лида, Гродно, Скидель, Новогрудок. Достаточно разнообразным конкурс получился, наиболее максимальным по количеству участников и номеров. Это стал современный эстрадный танец и стрит-шоу. Жюри, которое означало выкладчики кафедры хореографии Белорусского державного университета культуры и мастерства Усабина Мозговая, увидела на фестивальной сцене 70 номеров. До их оценки был серьезный подход. Задума танца и реализация на сцене в образы танцоров, их эмоций – усех это не засталось без уваги и стало основой при вызначении лучших коллективов. Представлены номера с образами. Это очень хорошо. Они разнообразные, они цветные, они красочные. Но есть одно большое «но». Совсем нет качества тела. Понятно, что сейчас с коронавирусом дети тренируются меньше, но все равно есть станок. Я бы порекомендовала делать обязательно, конечно, нагрузку физическую для детей, потому что они просто пока слабенькие. Ну и видно, что они мало занимаются. Но очень приятно наблюдать за тем, как они сами этого хотят. То есть многие дети абсолютно осознанно танцуют и наслаждаются этой сценой, и прям покоряют наши сердца. В целом, конечно, если сравнить с 2018 годом, когда я была, то это все намного лучше и намного красивее, изящнее, немножечко, так скажем, подходит уровень к профессиональному, но еще далеко. Потому что работать нужно не только детям, а работать нужно преподавателю. Смотреть, начитываться, смотреть конкурсы, ездить по конкурсам обязательно, потому что и дети должны привыкать к этой атмосфере конкурсов, чтобы они не пугались сцены, потому что в классе сколько бы вы ни репетировали, ни снимали, это все равно не будет так, как если вы будете ездить по конкурсам. Поэтому просто работать, смотреть, насматривать, обращаться к искусству, к литературе, брать оттуда какие-то новые идеи. Потому что еще из минусов то, что очень много, скажем так, того, что уже показывали тысячу раз. Ну, примерно, да, скажу, там, например, мышата, котята, да, мур-мур, мяу-мяу, это такие штампы, но просто над этим нужно работать. Вот, в целом впечатление, конечно, очень хорошее, очень порадовало то, что сейчас нет такого вопроса, что культуры сцены нет. То есть дети все опрятные, одеты, у всех костюмы, все причесаны, никого ничего не торчит, все залиты, подкрашены сценически, нет перебора, потому что это тоже зачастую бывает просто проблемой, когда боевой раскрас, который не подходит в смысл, да, в смысловую нагрузку номера. Поэтому это нормально, что есть и плюсы, и минусы. Но хотелось бы, конечно, чтобы все пытались развиваться. Ну, я, конечно, больше говорю про наставников и преподавателей, учителей, которым нужно смотреть и развивать малышей, потому что они потрясающие. Есть, на самом деле, таланты, с которыми можно работать и работать. Хотя каждый ребенок у Михаля. Удел у арт-дэнс-фести приняли все группы студии сучасного танца «Арт-дэнс-студия» и выступили они поспяхово. У них 23 дипломы за первое место, 12 за другое и 7 за третье. Мне понравилось выступать. Очень я волновалась, но у нас все получилось, и нам дали награду. Я не волновалась. Нас Виктория научила, и я хорошо выступила. Я чуть-чуть волновалась, была рада за то, что мы получили первое место. Я сначала очень сильно переживала и боялась, что мы в какое-то другое место. А вот когда я станцевала и узнала, что первое место, я очень сильно была рада и очень, было очень, очень радостно за первое место. У меня облегчение на сердце, что мы заняли первое место. Мне очень нравятся танцы. После этого выступления я еще больше хотела ходить на танцы. Жадание займаться танцами у знагороды «Арт-дэнс-фест» повеличили не только у маленьких его удельников. Он натхнил у всех. У их лику и удельники узорного ансамбля танца «Катрынка» средней школы номер 15. Яны выступали у номинации «Народный танец и стилизация» и отримали два диплома «Арт-дэнс-фесту» за первое и другое место. Второе место – это хорошее место. И это для нас еще хорошие места, потому что мы еще начинающие. Было очень страшно за кулисами. И вот когда мы вышли на сцену, туда уже все переживание ушло. Ну, я довольна первым местом. Выступлением своих выхованцев засталась задоволенная кировник «Катрынки» Жанна Ценина. С поставленной задачей, означает хореограф, яны справились. Второе место никогда не расстраивает. И даже все равно победа. Тем более мы со всеми, дано, приехали из Минска, тоже взяли то призовые места. А ребята, они первый год танцуют. Я считаю, что это достаточно высокий уровень для них. Первое место и второе – это шикарно. Мы брали только народную стилистику, только наш народный белорусский танец. Поэтому дети слегка выделялись как по костюму, так и по танцу, по хореографии. Танцы достаточно тяжелые, достаточно тяжелые. Но они справились, молодцы. Жюри арт-денс-фесту селета уручали специальные узнагороды за лепший хореографический номер. Такое отримала группа ритмусики, школы танца «Бэби-дэнс» Гродна и студия сучасного танца «Арт-денс-студия» Нужно дотянуться до этой номинации. Поэтому номинацию мы эту разделяем так, что была какая-то изюминка. Было что-то то, чего не было у других. Скажем так, простым языком. Потому что, я думаю, в следующем году мы поговорили уже с организаторами, высказали свою точку зрения по поводу этой номинации, или что можно немножечко поменять, чтобы это звучало на самом деле логично. Например, номинация от симпатии жюри. Тогда будет понятно, что там было в номере что-то, что отличает все остальные. Удельники хореографичных коллективов и их педагоги отправились на отпочинок. Дети наберутся сил, как в осенью снова включиться в працу, а дорослые смогут подумать над новыми постановками танцев, как в наступном навучальном годе сдевить жюри творческих форумов у тымлику и фестивалю конкурсу «Арт-денс-фест».